Рабочий день сотрудников ПАО Ростелеком прервали звуки пожарной сирены. В еврейской автономии прошла масштабная проверка объектов связи в условиях чрезвычайной ситуации. Согласно вводным данным, в аппаратной на четвертом этаже произошло возгорание. Коридоры окутал густой дым. Услышав звуки тревоги, сотрудники незамедлительно покинули здание и отошли на безопасное расстояние. В считанные минуты к месту ЧП прибыли пожарные расчеты и огнеборцы приступили к обследованию помещений, чтобы найти и эвакуировать возможных пострадавших. Главная цель этой тренировки – проверить, как быстро специалисты смогут восстановить связь в условиях пожара. Ведь в случае чего без телефонной связи и интернета могут остаться более 50 тысяч пользователей ЕАО. Аварийно-восстановительная бригада в составе 8 человек произвела мероприятие по монтажу, монтажу и восстановлению услуг связи. На момент проведения всех мероприятий аварийно-восстановительной бригады все связи были переведены на резервные каналы. На случай чрезвычайных ситуаций на предприятии предусмотрены дубликаты всех элементов оборудования. Благодаря грамотным и четким действиям технических специалистов, несмотря на условный пожар, город без услуг связи не остался. Сотрудники ПАО Ростелеком к возникновению такого рода происшествий готовы. Силы и средства достаточно. Резерв оборудования имеется. Также помимо Ростелекома сегодня в участии в тренировке принимают операторы сотовой связи, где мы посмотрим и оценим работу аварийно-восстановительных бригад операторов сотовой связи. Проверили в этот день и готовность сотовых операторов к действиям в экстремальных ситуациях. По легенде, из-за аварии произошло отключение от электроэнергии блока управления аппаратуры базовой станции в микрорайоне имени Бумагина. На место незамедлительно прибыла аварийно-восстановительная бригада. Действовать нужно оперативно, ведь только эта базовая станция или, проще говоря, сотовая вышка обеспечивает связью несколько тысяч абонентов в прилегающих районах города. На инцидент выехала аварийно-восстановительная бригада в составе двух человек с дизель-генератором. Отработали штатно. Дизель-генератор не подвел. Все элементы сети остались с питанием, так как резервируются аккумуляторами. Подобные тренировки на объектах связи на территории области длительное время не проводились. Инициатором этих учений выступила МЧС России. И в будущем их планируют проводить не реже, два раза в год. Действия аварийно-восстановительных бригад получили высокую оценку. А это значит, что в условиях каких-либо чрезвычайных ситуаций абоненты в еврейской автономии без связи и интернета не останутся. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21.